приветствую и богу нервы не выдерживает после серии ролик опять я где-то сказал что вот этот вот престон за 16 штук и за 4000 без молотка каиды это одно и то же и так это пишите пишите на какую минуту я это сказал теперь подписан на вас но крайне ваше видео как обиженки кто-то завтрак этой коркой под бокал отлично венца кто-то колбасой хир знает из чего стремитесь зарабатывать уметь а не гундеть о брендовых вещах есть меня каида не акцент нормальный но в этом сезоне буду ловить на земных айрон купил себе мог позволить бюджетный конечно когда берешь руки брэн кайф душой ощущение ребята и вот это вот про бренд земли серьезно что ли от которого я должен обалдеть вы хоть посмотрите что про это демикс пишут у них на сайте бренд земли создан 2009 году является подразделением легендарного южнокорейского завода там какого-то основной миссии земли является разработкой производства качественных рыболовных удилищ адаптированных для ловли европейских водоемах и мнение уникальных фирменных технологий навешив материалов позволяет создавать под торговой маркой земли их продукты не имеющие аналогов на современном рыболовном рынке на сегодняшний день земли международная группа компаний дистрибьюторов центральной 8 8 смотрим кому принадлежит товарный знак земли запомнили 2009 году организовать так вот одна заявка 16 ноября 2009 года если до 16 ноября 19 но уже по ходу информацию старик вот правообладатель торговой марки и товарного знака земли обществу с ограниченной ответственностью митсуи московской области одинцова улица акуловская 2а вот перед этой торговой маркой я должен упасть в оборок столь вот из той же из той же точного истории касадо к бушида наутилус кайман это то что в россии митсуи сказал крючки митсу и если поковыряться еще я думаю что можно далеко не один с импортным названием но чай корни чисто российский а теперь собственно говоря что касаемо пресса на где чего производит так вот еще читал формы двенадцатом году писали что уже в англии завода остались только удаливать и и харди причем уже тогда писали что и харди уже где-то китай то есть если верить этой информации в англии ничего не производит ну решил набрать завод прессом в китае ничего абсолютно не нашел вот когда я говорю что завода где производит про катушки где производит катушку флагман и была информация что он производит может тут не поверит то же самое вот было в ролике сказано что от кориды удилище производит на том же самом заводе где производит и опять возможно тут не поверит вот нашел информацию на сайте чемпионы мира он делал одной из палок ну типа теста одной из палок от того же прессона супера фидер двенадцати шесть и глянул я цену в районе 17 тысяч и вот приведу скрины олег молодцов бренд менеджер маложанки человек который по китаю поездил по заводам по всяким разным поездил всю эту кухню где производится палки и как где производится и как катушки знает вот и до вот он написал знали бы вы кто и как создал эту серию удочек на самом деле тут написал давай будет интересно думаю этот пост тут быстро удалят но на фотографии директор лан разработчик ручки для данного удилища но непосредственно самого удилища после разговоров с ним приехали на завод люди из компании престон посмотрели модели удилищ которые не делают для других компаний договорились о сотрудничестве назвали характеристики фидера длину строя тесты главная цена после чего в течение нескольких месяцев были готовы пилотной версии удочек если все думают что в зарубежных компаниях кто-то сильно заморачивается удочка строением или катушка строением то глубоко заблуждается люди там далеко не глупые и способны объяснить что им нужно от удочки подказать какие-то технические решения но спроектировать бланк вкратце как-то так в принципе такой пост не жалко бы и банк получить но банк не получил показываю фотографии кучи этих самых удочек тут же по ходу там то ли бланки не готовые то ли чего ну и собственно говоря фотография олега молодцова с тем самым директором ванном или вэном к чему я это потому что мне написали цену удилища пресс-то помимо всего прочего еще входит и стоимость разработки убить как бы хотите ведь хотите нет если олегу молодцом не верите непонятно ну вот я за что купил собственно говоря за то мы продали и и и и и и и Делайте выводы по поводу того, из чего складываются, стоимость удилища и прочее, прочее, прочее. Рассказывал разницу между автолой и розничной цены и того же «Земикса». Повторюсь, при цене удилища 25 тысяч, то есть 17-18 тысяч цена автолой. Отец, где мы? Ну, положим в России, и на том спасибо. А чуть конкретнее, Тульская область, деревня Селезневка. Сколько всякие Престоны, Брэннены и прочие дайвы берут за свои деньги. Ну, и вот опять же, зачем обижаться на человека, это вот того товарища поддержали, который там на Айрон накопил деньги. Я сначала тоже его не понимал, у меня 4 фидера дайва плюс 1 флагман катмастер. Этой зимой купил «Земик Рэмпидж», но я, когда смотрю его видео, мне хочется просто подарить ему хороший фильм. Я написал «Подарим», ну, что-то вот как-то. Вчера, когда с Лешей, с спортсменами, выстреми разговаривали, мне когда подарили эту дайву за 8 тысяч, я ему дал потрясти, он сказал, что в принципе норм. Ну, не 20 тысяч, конечно, не 25. Вот, и вот он вчера, говорит, ты, говорит, почувствовал разницу между дайвой и тем удилищем, которым ловил дайву. Я говорю, да, конечно, почувствовал, окажется. Ну, как бы, да, если учесть, что до этого я палкой 3.6 ловил, которая тут 180 грамм, а-то 250 ламм без ставки, где-то так. То даже за счет легкости уже почувствуешь разницу. Ну, говорю, то, что увидел, отсутствие паразитных колебаний, точнее летит и прочее. Ну, как бы, да, если бы я взял ту же оптиму 3.6 и сравнил бы, это было бы более чем. Так вот, что бы я хотел как потребитель, да, причем потребитель, у которого, собственно говоря, лишних денег нет. Вот, я бы хотел вот этот бланк. Нахер вот этот вот лак, нахер вот этот лейбак. И вот это вот все, то же самое, туда же, месяцами. Так вот, взять вот этот бланк, все остальное повесить вот от волжанки Optima. Вот эту, вот эту катушкодержатель, вот эти колечки. Ну, желательно колечко побольше поставить и подальше его для полного счастья отнести. Вот эту вот имитацию пробки, вот эту хрень и прочее. И продать мне ее, вот эту удочку, тысяч за пять. Вот это для меня был бы самый идеальный вариант. То есть, я бы получил хороший бланк, при этом вот эта вот бюджетная фурнитура, с которой у меня за три года проблем никаких нету. И, собственно говоря, ни на что вот это вот в плане неудобств абсолютно не влияет. А у кого мозги большие, у кого мозги большие, да, и кому денег девать некуда. Вот те вот пусть платят вот за вот это вот денежку. У меня такого желания нет. Что касаемо вот этой вот дешевой, сравнительной, ну как сравнительной, да, супер бюджетной, я бы сказал, линейки от Каида, про которую рассказывал, которую вчера в руках держал. Там, кстати, кто-то написал, что карбон там какой-то низкомодульный, и за это дальше чем на 45 метров не закинешь, или 40 что ли метров, и поклевки видеть не будешь. Ну, бред собачий. Ну, как я вот удочки, вот эти вот оптимы, я все эти три года ловил и видел поклевки. И, ну, ездить на 40 метров, понятно, не кинешь, но если взять палку 3,9 или 4,5, бросишь и на 40, и на 45, и на 50 при должном умении. Причем здесь высокомодульный графит какой-то, карбон. Ну, я, кстати, почитал, да, так вот сверший вчера, я говорю, чем отличается. Ну, там на Прест они взяли, там, японский карбон. А у тебя там какой-то китайский, там, и непонятно, что туда добавили, чуть не активированный угол. Ну, то, что я почитал, да, карбон производит в Японии, причем там три завода Митсубиши, второй еще какой-то. В Корее чуть похуже, якобы, по качеству, и совсем хреново в Китае. При этом вот эти все, АМ-9, АМ-10, это у какой-то одной американской компании есть, собственно говоря, вот такое обозначение, тот самый карбон, только у них. Ну, и когда там 12 и прочее, ну, то, что я прочитал, пишут, езда по ушам и прочее. На самом деле, вот эта вот модульность, да, насколько я вот понял, мерится в тоннах. То есть, я не знаю, зачем это делается, каким образом, да, берется там метр в диаметре этого самого карбона, на него вешают там сколько-то тонн, собственно говоря, не знаю, чего, бетон или чего, там, или металла. И вот по тому моменту, когда на сантиметр от оси отогнется этот самый карбон, вот замечают, насколько тонн он отогнулся на один градус и замечают в тоннах. Повторюсь, я не понимаю, как это вообще происходит, может быть, в килограммах меряют, а потом в тонны переводят, не знаю. И вот то, что я прочитал, да, что тот китайский, который 40 тонн, он соответствует японскому на 24 тонн. Я не понимаю, то ли, ну, соответственно, у корейцев что-то среднее, да. Я не понимаю, то ли у китайцев градусы другие, то ли у китайцев тонны другие, или я вообще ничего не понимаю, для чего тут хреновин пишет. На мой взгляд, да, если уж вот международная градация вот этого карбона, это вот в этих тоннах, то что китайские 24 тонны, что корейские, то японские, и один градус абсолютно одинаковый. Это так, вопрос. И потом, ну вот, китайский самый дешевый график. За счет чего такой легкий вес у этого удилища? Там в стенах вообще что-нибудь должно быть? Тогда уже давно у меня это, в общем, сломалось, потому что я и 50 грамм кормушками кидал. Ну, вот как-то прошу извинить за столь спонтанное выступление, если так можно это назвать, ну, ей-богу, вот уже крышак едет, вот. Ну, если ты из меня золопухнулся, купил за 25 штук палку, которая цена в базан день 15, и ничем не хуже по работе удилища можно, в принципе, было бы сделать за всех. Ну, это, ребята, это ваши проблемы. Ну, вот как-то так, а мне на сегодня все всем пахнет. А что это вы здесь делаете? А? Кинуто уже кончилось? Субтитры сделал DimaTorzok